А если его рожу растянуть вот так вот, то он похож на веселого Бэтмена. Всем привет, с вами Джейн Фокс, и сегодня я снимаю небольшое видео. Вы, наверное, помните, что когда-то я делала опыты с лизунами и плавила их, и у меня получили свои собственные лизуны-липучки. Здесь вы можете увидеть, как я делала звезду, на которую у меня ушло 10-15 лизунов. Ни в коем случае не делайте этого дома. А здесь у меня получился огромный медведь-липучка, который чем-то смахивает на Валеру. А для него я использовала больше 20 лизунов. Давайте закинем туда нашу лягуху. О, чернота пошла. Сегодня я вам покажу, что с ними стало спустя время, а в конце, как я и обещала в прошлом-прошлом-прошлом видео, я подкину нашего Валеру, ну или медведя, на потолок. Ну а пока я не начала вам все показывать, обязательно подпишись на канал и поставь лайк под этим видео. И первую липучку, которую я сделала, это вот такая желтая морская звезда, которую я делала дома на газу, и это было просто нереально ужасно. Все было в дыму, все ужасно пахло, и дышать было абсолютно нечем. Но звездочка у меня получилась довольно-таки классная. Она до сих пор не поменяла никаких своих свойств, такая же тянучая и очень липкая. Хоть сама по себе липучка получилась не очень большая, но она ничем не уступает настоящей покупной. И давайте проверим ее в действии. Идеально. К холодильнику, как вы видели, она липнет. И давайте теперь закинем ее на потолок. Раз, два, три. Как вы видите, наша звездочка очень плотно залипла на наш потолок. Она даже не собирается отлипать и тем более отпадывать. Медведь у меня получился намного больше и зеленого цвета. Давайте мы его отлипим. А я таким медведем зашибить можно. И я вижу сквозь свет, как у него растягивается лицо. Похоже на летучую мышь. Этот медведь получился довольно-таки тяжелый. И самое крутое, что это видно все мелкие детали. А еще он очень забавный и веселый. Так улыбается. Уй! А он еще может грустить. Я не помню, как я это делала, но он так сползал, что он грустил. Он как-то, так получается, голову спускал. Он сейчас будет грустно-грустный. Во, грустная личика. Он все еще липнет спустя месяц. И довольно-таки неплохо липнет. Он сейчас кубарем-кубарем вниз пойдет. Чупок. На мой взгляд, у меня получилась идеальная липучка. Она достаточно липкая и тянется за все места. И самое главное, что такую в магазине вы никогда не найдете. Но до потолка давайте я сделаю несколько опытов. Я попытаюсь его максимально вытянуть. Короче, вот так вот так вот. Нога! Ха-ха! Нога не держит! Можно я вот так вот? Да. Вот так вот. Сейчас он как порвется. Я очень боюсь за это. Мне кажется, что лицо у него просто расцвылось там. Мне становится сложно тянуть. Я, наверное, похожа на неудачную болезнь. Но, да? Нет! Ну, блин! У него оторвалась башка. Я растянулась сильно лапа. О! Он вообще как стринги стал. Блин! Господи! Я просто, наверное, не знаю, что я сделала с этим медведем. Будем считать, что медведь починен. Он, конечно, стал меньше похож на Валеру. Но давайте подкинем его в потолок. В итоге у нашего медведя получилась голова отдельно. А туловище с руками тоже отдельное. Я вот не могу отличить, где ноги, а где руки. И мне кажется, что это было все-таки вот так вот. Потому что здесь более плоское место. Или это все-таки... Вот, да, вот здесь вот была голова. Отлично. Мы сейчас его будем собирать, как пазл. Тут ногами, короче, все напутано. Он медведь-качок! Вы видите, у него тут такая пицуха вообще. Ну, ножки тоненькие. Да, бывают у качков такие проблемы. И у него получилась такая узкая талия. Зато красавчик. В любом случае, я люблю медведя, и вы его тоже любите. И я его обязательно починю. Я его просто возьму, расплавлю и перезалью заново. Но чтобы наше испытание закончилось, нам нужно подкинуть нашего коллегу на потолок. Поэтому я беру его. Точнее, я его соскребаю. Он реально на гориллу похож, что ли? Ну, мне с этого ракурса. Короче, погнали. Раз, два, три! Ох, ё-о-о-о! Я залезала на подоконник, чтобы посмотреть нашего Мишку. И вы сами можете увидеть, как он круто вмазался в потолок. И если честно, то лицо даже не очень похоже на медведя. Мне кажется, сейчас самое эпичное, это будет его отдирать. Мне интересно, он у нас сойдет с потолком или нет? И начинаем потихонечку его снимать. Ой, ухо быстро отошло, потому что оно тонкое. Блин, он не хочет... Вот если его сейчас так резко дернуть, мне кажется, там нога че-нибудь провалится к нам сюда. Кстати, если сравнивать самодельную липучку и покупную, то самодельная липнет намного круче. Так, сейчас главное... Сопли, правда, остались. И если его подвесить за уши, то можно над кем-нибудь приколоться. А так вот берешь, лепишь его к потолку и растягиваешь. Кстати, он чем-то похож на Бэтмена. Само толовище так же приклеилось, так же хорошо висит и отлипать не собирается. Было бы классно, если бы, конечно, была голова на месте, но она отвервалась. И наш лизун сворвал немножко побелки с потолка. Вот эти белые пятнышки. Ну, точнее, белая побелка. И давайте теперь проверим, сможет ли он от потолка дотянуться до пола. Погнали. Я думала, сейчас как мне в рожу пролететь. А, он там растянулся и порвался. Вот что случилось. Если бы он был цельный, то, может быть, он бы и дотянулся. И я в порядке. Сегодняшние опыты и испытания показали, что этот медведь очень живучий. А если вы хотите побольше таких опытов, то давайте наберем под этим видео 10 тысяч лайков. Этот медведь очень классный и я обязательно его починю в скором времени. Ну, а с вами была я, Джейн Фокс. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok